МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Мир» на телеканале 24КЗ, студия Илья Рыбин. Здравствуйте! Мы говорим о самых важных событиях этой недели. Вот о чём пойдёт речь сегодня. В зоне ближневосточного конфликта и за его пределами. Чем ответит Тегеран на бомбардировку своего посольства в Дамаске? Сигнал Эрдогану или демонстрация приверженности демократическому курсу? О чём говорят итоги муниципальных выборов в Турции? Свести угрозу на нет. Почему у кыргызстанцев насторожили призывы отдельных российских политиков о возможном введении визового режима после атаки на Крокус-Сити-Холл? Опять виноват Брексит? Как развод с Евросоюзом отразился на положении британских фермеров? И что их заставило парковать трактора напротив парламента? Сегодня начнём с того, о чём говорили всю эту неделю политики, эксперты и дипломаты. И что самое важное, даже не спорили. Ракетный удар по консульскому отделу посольства Ирана в сирийском Дамаске осудили все в один голос, как государство по отдельности, так и международные организации, включая ООН. В частности, в официальном заявлении Министерства иностранных дел Казахстана говорится, что любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и их сотрудников неприемлемо. Подобные действия нарушают основы и нормы международного права, по которыми гарантируется неприкосновенность дипломатических и консульских объектов. Случившееся представляет собой не что иное, как двойной удар по международному праву. Во-первых, атака произошла на территории независимой страны Сирии. Во-вторых, разрушено посольство другого суверенного государства Ирана и погибли его граждане. По разным данным, от 7 до 13 человек. Среди них и военный советник генерал Али Риза Захди, который в свое время командовал элитными силами КУЦ в Ливане и Сирии. По данным Тегерана, обстрел осуществили истребители F-35 со стороны голландских высот. Было выпущено 6 ракет и за всем стоит, как утверждает иранская сторона, Израиль. Тель-Авив эту информацию не комментирует, но эксперты прослеживают в этом определенную логику. Цахал время от времени наносит удары по позициям группировки Хизбулла в Ливане, а за ней, как считается, стоит именно Иран. Кроме того, все случилось через несколько часов после того, как беспилотник поразил базу ВМС Израиля в Эйлате и повредил ангар. Как бы то ни было, власти страны пообещали, что не оставят этот удар без ответа. И первое, что приходит экспертам на ум в плане акции возмездия, атаки на американские военные объекты в ближневосточных странах, как уже было не раз. В этой связи Вашингтон поспешил заявить, что США не имеют никакого отношения к произошедшему. Свою причастную к гибели иностранных граждан Тель-Авив все же признал, правда, не в Дамаске, а в самом секторе Газа, и даже принес извинения и глубочайшие соболезнования. По чудовищной ошибке под удар Цахал попала гуманитарная миссия. Погибли семь волонтеров. Все подробности у Тамерлана Кима. Роковая ошибка израильских военных. В центре сектора Газа беспилотник Цахал трижды поразил автоколонну волонтеров организации World Central Kitchen. Погибли семь человек. Граждане Австралии, Польши, Великобритании, США, Канады и палестинский водитель. Здесь они разгрузили 100 тонн продовольствия. Интернациональная команда все свои действия заблаговременно согласовала с армией Израиля, но в итоге попала под удар. Событие вызвало волну возмущений и осуждений со стороны международного сообщества. Премьер-министр Израиля Бенемин Натаньяху принес свои извинения, назвав происшествия трагедией. К сожалению, произошел трагический случай. Наши вооруженные силы непреднамеренно нанесли удар по невинным людям в секторе Газа. Такое случается в военное время. Мы тщательно все изучаем, находимся в контакте с правительствами стран, чьи граждане погибли, и сделаем все, чтобы подобное больше не повторилось. А без помощи гуманитарных работников и усилий международного сообщества тотального голода в секторе Газа вряд ли удастся избежать. Массовую гибель от недоедания и болезней ООН прогнозирует на севере сектора уже к маю. Поэтому международные организации считают, что предотвратить приближающуюся катастрофу в Анклаве можно только в условиях полного прекращения огня. После смерти волонтеров World Central Kitchen президент США Джо Байден позвонил Бениамину Натаньяху и предупредил, что если Израиль желает сохранить поддержку Вашингтона, Тель-Авив должен открыть больше гуманитарных маршрутов и принять меры по обеспечению безопасности гражданского населения и гуманитарных работников. В ходе телефонного разговора президент подчеркнул, что удары по гуманитарным работникам и общая ситуация в Газе неприемлемы. Он ясно дал понять, что политика США в отношении Газы будет определяться нашей оценкой действий Израиля. Мы хотим каких-то реальных изменений с их стороны. Израиль частично прислушался. Власти одобрили открытие двух дополнительных контрольно-пропускных пунктов на севере сектора и на границе с Египтом. А также уволили двух офицеров, причастных к гибели волонтеров, поскольку один из командиров ошибочно предположил, что в автомобилях находились боевики «Хамас». Тем временем боевые действия не утихают. Число погибших палестинцев, по данным палестинского Минздрава, уже превысило 33 тысячи человек. В ООН считают, что ситуация развивается не в правильном направлении даже после принятия резолюции Совета безопасности. Продолжение израильских операций и отсутствие прогресса в освобождении заложников вызывает крайнее беспокойство. «Ситуация развивается не в правильном направлении. В этой войне мы видим пренебрежение международным гуманитарным правом. Мы видели больницы, которые превращают в места боевых действий, захватывают и уничтожают гуманитарные объекты. Генеральный секретарь очень ясно выразил свою серьёзную озабоченность не только ситуации в Газе, но и риском региональной эскалации». В первую очередь, считают аналитики, конфликт может распространиться и на соседний Ливан. Время от времени Израиль наносит удары по позициям группировки Хазбалла, которые находятся на территории именно этого государства. Тамерлан Ким специально для программы «Мир». На этом фоне дальнейшая политическая судьба премьера Нитаньяху обозревателям видится весьма туманной. От него всё отчётливее отдаляются традиционные западные партнёры, которым всё сложнее находить с Тель-Авивом общий язык. Нарастает недовольство действиями правительства и внутри страны. Так, на неделе марш протеста собрал у здания парламента десятки тысяч израильтян, требовавших от премьера покинуть свой пост. Они упрекают власти в том, что те ничего не делают для освобождения заложников. Все ждут конкретных действий. И неважно, решительного штурма или мирного договора. Главное, чтобы удерживаемые в плену вернулись к семьям. Оппозиция настаивает на досрочных выборах, а сам Нитаньяху говорит, что в таком случае страна окажется замороженной больше, чем на полгода, что недопустимо в условиях военного времени. Едины израильтяне лишь в одном. Все считают, что Хамас должен быть уничтожен. Один из самых ярых зарубежных оппонентов Бениамина Нитаньяху – президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Какими только эпитетами не наделял он израильского премьера и с чем только не сравнивал действия ЦАХА в секторе Газа. Турецкий лидер все увереннее чувствует себя на международной арене. Умело разыграл карту одобрения вступления в НАТО, Финляндии и Швеции в обмен на свободу действий в курдском вопросе и модернизацию армии за счет закупа современных образцов западной техники. Но вот внутри страны теряет поддержку. О чем говорят итоги муниципальных выборов и так ли они критичны для Эрдогана, выясняла Сандугаш Байгоныш. Турецкие оппозиционеры ликуют. По итогам муниципальных выборов победила Кималийская Республиканская Народная партия. Она заручилась поддержкой жителей большинства крупнейших городов, включая Стамбул, Анкару, Измир, Бурцу и Анталью. И набрала 37,7% голосов. Теперь территории, на которых проживает свыше половины населения страны, будут управляться мэрами от социал-демократов. Народ сам вершит судьбу страны, а не один человек. Чиновники будут подчиняться воле народа. Эпоха единоличия подошла к концу. Крупнейшие оппозиционные силы республики впервые за два десятилетия отодвинули президентскую партию справедливости и развития на второе место. За консерваторов проголосовали 35,5% граждан. Спустя 9 месяцев после нашей победы на всеобщих и президентских выборах в мае 2023-го, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись. Мы не будем игнорировать результаты выборов и не станем действовать против воли изъявления народа, а также самокритично и объективно проанализируем итоги и в ближайшие 4-5 лет исправим допущенные ошибки. Стремительный взлет симпатии к оппозиции в стране был прогнозируем, говорят политологи. Смена политического состава назревала еще на президентских выборах, где оппонентам Эрдогана не хватило считанных процентов для перелома. Это и был первый тревожный сигнал. Внутри Турции годами назревают недовольства. И есть тому причины. Затяжной экономический кризис. Гиперинфляция превышает 65%. Национальная валюта Лира за последние 5 лет потеряла 80% стоимости. Накопившиеся проблемы побудили народ сделать выбор в пользу оппозиции. Я тот, кто поддерживал нынешнее правительство в течение 15 лет. Мы не голосовали за него на вчерашних выборах. Очевидно, из-за экономической ситуации и невыполненных обещаний. 8 месяцев назад действующая власть получила 52% голосов. 8 месяцев спустя вышел такой результат. Людям надоело спорить. Долги там, долги здесь. Это победа, которая пришла очень поздно, но мы благодарны и за это. В конце концов, 22 года правления правительства были неудачными. Мы не теряем надежды, и я верю, что народ выбрал верный путь. Наблюдатели утверждают. Уверенная победа мэра Экрема Имамуглу в Стамбуле повышает его шансы стать оппонентом Эрдогана на следующих выборах. Срок полномочий турецкого лидера истекает в 2028-м. А у власти политик уже 22 года. Однако Эрдогана еще рано сбрасывать со счетов. Правящая партия по-прежнему занимает прочные позиции во многих муниципальных органах. И у президента есть время, чтобы укрепить свою электоральную базу. Вероятно, он будет еще усиленнее продвигать свои планы по конституционной реформе, которая призвана упрочить президентские полномочия. Сандугаш Байгуаныш специально для программы «Мир». Мы продолжаем и смотрите далее выпуски. Свести угрозу на нет. Почему у кыргызстанцев насторожили призывы отдельных российских политиков о возможном введении визового режима после атаки на Крокус-Сити-Холл? Опять виноват Брексит? Как развод с Евросоюзом отразился на положении британских фермеров? И что их заставило парковать трактора напротив парламента? В Европе выборы только предстоят. Их исход также во многом будут определять стратегии по повышению благосостояния граждан. Наряду с этим многие партии разыгрывают карту ужесточения миграционного законодательства и достаточно успешно. Правые сейчас в авангарде в целом ряде стран и имеют неплохие шансы на места в Европарламенте. Но вот парадокс. Когда одни государства шенгенской зоны возвращают контроль на национальных рубежах, для других эти границы стираются. Так на неделе к безвизовой зоне шенгена присоединились Болгария и Румыния. Правда, частично. Для них стерлись только воздушные и морские границы. В отношении сухопутных вето наложила Австрия. Но и это большой прорыв. На принятие судьбоносного решения понадобились долгие годы. Чтобы Вена смягчила позицию в будущем, Бухарест и София пообещали усилить контроль на внешних границах и обязались рассматривать на своей территории заявки прибывающих просителей убежища. Ежедневно внутреннюю границу шенгенской зоны пересекают около 3,5 миллионов человек. Теперь крупнейшее в мире пространство свободного передвижения насчитывает 29 участников. 25 из 27 государств ЕС. За исключением Ирландии и Кипра, а также Швейцарию, Лихтинштейн, Исландию и Норвегию. Прозрачный для товаров и услуг границы, безусловно, мощный катализатор экономического роста. Но и о мерах безопасности забывать не стоит. Особенно в свете трагедии в подмосковном Кропу-Сити-Холле. На неделе президент Укаев провел встречу с секретарями Советов безопасности членов ШОС в рамках подготовки к Астанинскому саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Так, в 2023-м в мире произошло 183 региональных и локальных конфликта на треть больше, чем годом раньше. Как подчеркнул глава государства, ШОС в свое время как раз создавалась, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность в регионе. И сообща противостоят трем силам зла. Терроризму, экстремизму и сепаратизму. А также киберугрозам и незаконному обороту наркотиков. Сегодня это актуально как никогда, и нужно сделать все, чтобы их проявления не использовались для подрыва национальной и региональной стабильности. Касым Шамартукаев уверен в необходимости принятия специальной программы сотрудничества по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму на 2025-2027 годы. По словам президента Казахстана, недавние трагические события в Московской области показали, что террористы продолжают использовать самые жестокие и бесчеловечные формы насилия. Тем временем в Кремле назвали истинные цели заказчиков чудовищного нападения на Крокус-Сити-Холл. Главное из них – провоцирование и разжигание ксенофобии. И этого ни за что допустить нельзя, подчеркивают в Москве. А ужесточать антитеррористические меры просто необходимо. И это вне политики. Но может отразиться на честных тружениках из соседних стран. Особенно внимательно за предложениями по усилению безопасности в России наблюдают из Кыргызстана. Почему – выяснял Бакут Чермашев. После теракта в Крокус-Сити-Холле наиболее решительно настроенные депутаты Госдумы предлагали максимально ужесточить меры пребывания в России выходцев из стран Центральной Азии. Для Кыргызстана это плохие новости, учитывая, что на заработках в РФ, по самым различным данным, находятся больше миллиона граждан. Именно эти люди уже больше полутора десятков лет ежегодно переводят на родину по 2,5 миллиарда долларов, что составляет без малого треть ВВП страны. Основные сектора экономики, где заняты кыргызстанцы – это строительство, сфера обслуживания и логистика. На заработки в Россию едут все – от юношей и девушек до людей преклонного возраста. Еще до терактов в Крокус-Сити-Холле были сигналы о том, что в России граждане Кыргызстана периодически сталкиваются с проблемами. Эти факты нам известны. Сейчас, после трагических событий, этим обстоятельствам чиновникам нужно уделить как можно больше внимания, чтобы помочь нашим гражданам. Причем делать это нужно на всех административных уровнях – и нам, как депутатам, и вам, как государственным служащим. Первыми с ужесточением миграционных мер столкнулись 69 кыргызстанцев, которых не пустили в Россию сразу после теракта. Их вернули на родину без объяснений причин. Как пояснили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана, кому-то был запрещен въезд из-за того, что они находятся в так называемых «черных списках», других не пропустили, потому что их внешность не внушала доверия. Такая норма есть в российском законодательстве, и периодически силовики применяют ее в одностороннем порядке. Между тем, по распоряжению спикера Госдумы Вячеслава Володина создана рабочая группа по анализу законодательства в сфере миграции. Одно из предложений – введение визового режима со странами Центральной Азии. Что касается визового режима, то мы полагаем, в нашем отношении эти меры не будут приняты. Да, есть высказывания отдельных российских депутатов, но нам видится, что эти настроения не носят массовый характер. Если говорить про ксенофобию, то она сейчас будет. Но я хотел бы сказать, что на недавней встрече министра внутренних дел Кыргызстана с российскими коллегами было сказано о том, что в 2023 году уровень преступлений, совершенных кыргызстанцами в России, снизился на 7,5%. Это хороший знак. Сразу после новостей о том, что кыргызстанцев стали возвращать на родину, местное министерство иностранных дел рекомендовало гражданам страны, не имеющим веских оснований для выезда в Россию, временно воздержаться от поездки туда до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу. Очевидно, что без ужесточения контроля над гражданами стран СНГ, находящимися на территории России, не обойдется. Слишком масштабным был теракт в Крокус-Сити-Холле, чтобы не вызвать последствий. Вместе с этим, до принятия окончательного решения, есть надежда, что требования отдельных российских политиков ввести визовый режим со странами Центральной Азии – это больше эмоции, чем руководство к действию. Бакай Чермашев, программа «Мир» из Кыргызстана. Впрочем, трудовые мигранты из стран СНГ уже давно облюбовали рынки куда западнее России. В частности, еще совсем недавно они вполне вольготно чувствовали себя на фермах в Великобритании. По официальным данным правительства Соединенного Королевства, только в прошлом году граждане Центрально-Азиатских стран получили 22 тысячи виз для сезонных работ. И отбоя от желающих нет. Но проблема в другом. Заниматься сельским хозяйством в английских графствах становится все более затратнее. Особенно после развода с Евросоюзом. Неужели во всем вновь финноват Брексит? Выяснял Галамжан Карамановы. Вереницы тракторов и сельхозтехники с ревущими клаксонами проехались по центральным улицам Лондона к Весьминстеру. Британские фермеры жалуются на слишком низкие закупочные цены в крупных сетях супермаркетов. Ритейлеры предпочитают дешевую импортную продукцию, которая, к тому же, маркируется как местная. В Королевстве действуют строгие правила по использованию химикатов в сельском хозяйстве. Также существует запрет на интенсивное разведение скота с добавлением в корм антибиотиков. Тем не менее, власти разрешают импорт продукции из государств, где на фермеров не накладывают столь жесткие ограничения. Самая большая проблема – это то, что наша свинина на данный момент никому не нужна, потому что ее возят из других стран по низким ценам и перерабатывают в Великобритании. Когда товар доходит до супермаркетов, он позиционируется как британский продукт, чтобы потребители думали, что это сделано у нас, а это не так. Пока Королевство было частью Евросоюза, его фермеры пользовались субсидиями ЕС. Прямые выплаты аграриям в среднем составляли примерно 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в год. После Брексит правительство Борису Джонсона предложило свою схему стимулирования и экологические стандарты, но фермеры не почувствовали никакой поддержки. Она направлена на защиту окружающей среды за счет внутреннего производства, в то время как дешевый импорт производится по более низким стандартам, говорят аграрии. Фермеры больше не могут, они не в состоянии позволить себе прокормить британцев. Поступает все больше и больше импортных товаров. Они производятся по стандартам, которые здесь незаконны. И они выводят нас из бизнеса, с нас хватит. Но мы верим, что британский народ хочет, чтобы мы его кормили. Помимо иностранной конкуренции, британские фермеры также страдают от более сложного доступа к европейскому рынку после Брексит. Хотя имеется большой спрос. Например, заводчики обязаны предъявлять санитарный сертификат, подписанный ветеринарам для продажи на еврорынке. Одна только эта мера увеличила стоимость экспорта в Европу на 60 миллионов фунтов стерлинга в год. Для небольших ферм это стало невозможно. Только самые крупные могут себе это позволить. Премьер-министр заявил о поддержке отечественных производителей. Мы очень усердно работаем с отдельными странами, чтобы облегчить все те области, в которых есть различия. Я буду абсолютно честен. Эта работа продолжается. Мы абсолютно привержены вашей поддержке и следим за тем, чтобы вы не пострадали. Я прикрою вас. Сунак стал первым за последние 16 лет премьер-министром, принявшим участие в ежегодной конференции Национального союза фермеров. Вероятно, таким образом он хочет привлечь голоса сельчан перед выборами, так как недавний опрос показал, что люди в глубинке в огромном количестве переходят на сторону лейбористов. Лейбористская партия считает, что правительство подорвало британское сельское хозяйство. Консерваторы установили торговые барьеры, которые заблокировали экспорт продовольствия и позволили счетам за электроэнергию выйти из-под контроля, нанеся ущерб производителям и лишив тысячи людей бизнеса. Более 10 европейских стран охвачены фермерскими протестами. Кроме недовольства зеленой повесткой и импортом дешевой продукции, аграрии выражают возмущение из-за высоких цен на топливо. К этому добавляются специфические местные проблемы. Так во Франции фермеры возмущены запретом на содержание кур в клетках. В Испании отсутствием достаточной поддержки от властей в период засухи, а в Греции равнодушием государства к нуждам сельского хозяйства. Халмжан Хараманула, Великобритания, специально для программы МИР. Сельское хозяйство – это не только и не столько экономика или политика. Во многом урожай зависит от погоды и благосклонности природы. Прошлый год стал самым жарким в истории человечества. Из-за засухи количество людей, испытывающих дефицит продовольствия, удвоилось в сравнении с допандемийными показателями. Не меньшую угрозу представляет и большая вода, отчего не застрахован никто. Наводнение обычно случается в межсезонье. К концу века, согласно прогнозам ученых, их количество может увеличиться в 10 раз. На Евразийском континенте весна только вступает в права, а аграрии уже подсчитывают убытки от несобранного из-за паводков урожая. Как в Казахстане, так и в России, где подтоплены десятки регионов. Во Франции из-за наводнений объявлен оранжевый уровень тревоги в 10 департаментах на юге, западе и в центре страны. Проводится эвакуация людей. Такая же картина в соседней Италии, где ливни привели к оползням. Стихия не обошла стороной Португалию. Сильный шторм обрушился на Польшу. Погибли пять человек. Синий уровень опасности объявлен в Китае. Здесь погибли четверо. В провинции Гуанчжоу уничтожены посевы кукурузы и рапса. Самое печальное, что из года в год стихия обрушивается на одни и те же территории, и человек перед ней пока бессилен. Такое увидели уходящую неделю наши корреспонденты. Встретимся в следующую субботу. Всем мира и добра. Субтитры создавал DimaTorzok